Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств, любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня я покажу вам довольно дорогой гаджет из Китая, как говорится. Это у нас лазерный дальномер для охоты. Устанавливается, естественно, на оружие. Давайте вскроем, посмотрим, что за он. Модель у нас LE-032. Упаковка как бы обычная. Есть мануал как на китайском, так и на английском со всеми режимами. И сам дальномер. Сейчас мы его достанем, посмотрим и пойдем посмотрим. Затестим его, как он себя ведет. По характеристикам, так, по комплекту давайте сразу. Есть 3M не скотч, а именно вот это вот, как я. Забыл, липучка. И сам дальномер. Вот так он выглядит. Такая необычная штуковина. Линзы, где лазер установлен. Снизу у нас получается подставка для ствола. Устанавливать под любой размер. Все металлическое, пластика нету. Сверху только она пластиковая вот эта вот заглушка. Здесь у нас стоит аккумулятор, который можно заряжать. Вот такой вот маленький. Моделька у нас идет SR2, 3-х вольтовая. И аккумулятор также от бренда Laserworks. От этого вот производитель сам же их и штампует. Также установлен здесь прицел. Целится в объект, который надо замерить. Также есть цветной дисплей, который активируется кнопкой. Сам провод, кстати, у нас на пружине. Довольно тянется сам агрегат. Нажатием вот такой вот дисплей получается. Информация сразу подписана Laserworks, заряд батареи и, естественно, угол направленности самого лазера. Сейчас мы измеряем метры до какого-то объекта. Минимальный замер, по-моему, начинается от 10 метров. Поэтому сейчас на столе здесь показать не получится. А максимальный, который может замерить, до 700 метров. В принципе, и расстояние очень большое. И также кнопка здесь на самом дисплее. И у нас идет моды, переключение модов. Так, сейчас я активировал. Вот, убираем и переключаем моды. Также есть режим измерения дальности во время тумана. Что очень, кстати, полезно для таких вот лазерных дальномеров. Потому что простые дальномеры, они особо в тумане не измеряют, а сразу путаются. Потом режим HD. HD плюс туман. Также можно замерить скорость какого-то объекта. Например, оленя или кабана. Ну и также, естественно, можно замерить. Сейчас мы замеряем на автомобилях, как они здесь передвигаются. Скорость. И, в принципе, все. И метры, да? Но вещь довольно интересная. Но дорогая для простых любителей, например, поизмерять скорость. Или использовать его как дальномер на каком-нибудь устройстве. Не оружие. А для охотников, я думаю, это будет очень классная вещь. Вот так. Ну что, переходим и смотрим. Так, первым делом проверяю точность самого лазерного дальномера. Так, как я знаю размеры офиса. 5 метров до белой стены. От окна до белой стены. И еще плюс 2 метра до двери. Проход дверной. Итак, активируем сам дальномер. И замер 5 метров. Направляем на дверь. 7 метров. Да, я немножко сделал некорректную информацию. Вначале сказал, что минимально замер 10 метров. На самом деле, минимально это у нас 5 метров. Потому что, если мы сейчас ближе подходим, видите, все. Он уже не может показать нам 4 метра. А только 5 метров. Все, теперь переходим на улицу. Проверим, как он измеряет именно дальность до объекта. Давайте сразу на коричневое здание, которое рядом. Так, направил именно на стену. И проверяем. Нажимаем активацию. И замеряет 37 метров от лазера до стены. А если замерить на дальнюю. Например, на вот это здание. То получается... А, он активно измеряет. Получается 90 с лишним метров. На дальнее туда 120 метров. А туда 160 метров. Так, где же у нас взять самое далекое здание? Давайте вниз попробуем. На асфальт. 77 метров. Сейчас зафиксирую. Вот так вот. Держать буду ровненько. Вот, я ровненько держу. 82 метра. Чуть-чуть дальше. Уже пошло дальше, 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 дальше. Как-то так. Поэтому замеряет он, в принципе, отлично. Давайте теперь проверим по скорости. Так, убрать активность. Так, тумана у нас нет, поэтому не будем замерять. Замеряем скорость на автомобиле. Попробую его поймать. Ох, поймал. 5,4 километра в час. Передвигается. Вон там красненький автомобиль проехал. Ну, давайте попробуем снизу. Поставлю камеру по-другому. Померяем еще. Так, буду ловить машины и говорить. Потому что фокус одновременно там и там поймать не получится. Так, микроавтобус. 10 километров в час. Давайте посмотрим. Вот белый бус. Вот этот вот. 17 километров в час. Попер сильно. Так, ну что еще нам замерить? Ну, где машины? Вот едет. 5 километров. 5,4 километра. Так, а получится ли нам поймать именно байкеров? Байкеров. Получилось поймать 6,6. Так, по бусу. 9,4. Вот такси прет быстро. 5,6. Снижают. На перекрестке снижают скорость. Поэтому не получается быстрые машины выловить. Ладно, попробую с самого начала оттуда ловить. Так, синее такси набирает скорость. 12 километров. Сейчас будем делать замер вот на зеленый плакат, который у вас в размытом фоне. Сейчас я прицелюсь в него. И делаем замер. Так, как там, чтобы вам было видно? А, так он меряет активность, забываю. 206 метров. До этого здания. 80 метров. Чуть выше взять. Будет 90. До низа 60-70 метров. Ну, в принципе, такие вот, ребята, тесты. Как смог, так сделал. Поэтому вещь, конечно, интересная, дорогая. Для охотников, думаю, будет полезная. Для любителей или фанатов охоты. Ну и вещь такая, знаете, видно, что качество на высшем уровне. Ну и цена соответствующая. Поэтому, если есть среди моих случайных зрителей охотники, можете перейти по ссылке в описании. И ознакомиться с данным агрегатом. И приобрести его для своих веселых охотничьих дел, как говорится. Вещь довольно качественная. И точная. Хотя в описании написано, что погрешность может быть плюс-минус один метр. Довольно маленькая погрешность, как я считаю. Все, ребят. Такое вот видео. Если понравилось, не забываем ставить пальчики вверху. Подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»